доброе утро дорогие друзья сегодня пятница 18 ноября я проснулась и думаю что же вам сегодня интересненького показать видео уже каждый день ну а поскольку завтра выходные сегодня я покажу вам один очень вкусный рецепт который мне прислала моя подруга макриночка миссан марина не знаю что получится но я попробую это сделать вы все мне писали в последнее время лена не можем найти рецепт вашего тыквенного пирога эту ссылочку я тоже оставлю под этим видео закреплю смотрите всегда первые комментарии там иногда много полезной информации вот ну а сегодня мы приготовим это такая запеканка с творогом похожая на тот же пирог единственное что сюда добавляется еще творог и мед может быть вместо меда если нет меда можно заменить сахаром я думаю в общем сегодня видео кулинарная страничка такие тоже будут появляться на моем канале я думаю что вам это будет интересно и сегодня мы будем готовить этот эту запеканку тыква с творогом не знаю что получится готовлю первый раз ну а вы как говорится доверяй но проверяй я конечно же потом все это дело попробую и скажу вам результат нравится мне или не нравится я всегда с вами честно может быть что-то нужно будет доработать в этом рецепте но все конечно мы это узнаем позже у нас лежит снег вот вы видите все это за окошком первый снег не растаял у нас легкий морозец вчера где-то было минус 2 и срывался такой легонький легонький ветерок но это я немножко отвлеклась от темы давайте не будем медлить и приступим к готовке этой очень вкусной запеканки ну что пойдемте за тыквой сейчас выберу тыковку и начну ее очищать просмотрела все тыквы вот начала опять портится с кончика вот мы ее снимем снимем очистим и скорее всего вся тыква не пойдет этой тыквы будет много это очень хорошо что я пошла и посмотрела в совсем немножко пришлось срезать вот эту штуковину я вам уже показывала как этим хорошо пользоваться в то мне писали что кто-то прикупил на озоне да это очень удобная овощечистка в общем я почищу тыкву за кадром порежу ее взвешу и потом скажу сколько тыквы у меня пойдет на этот пирог все буду готовить так скажем на глаз ну что друзья в этой тыкве смотрите есть семена это вот тыква арбатская эти семена я сейчас соберу обязательно мне понравился этот сорт на следующий год обязательно посажу очень удобно чистить у меня есть вот такая штучка как-то куплено было в икея прелесть вот этой штукой очищаю всю мякоть барабашка завелся думала к ты нет ну и потом буду резать кусочками можно это сделать ложкой если нет конечно же вот такой штуки порежу на мелкие кусочки ну так не совсем мелкие здесь особой точности и красоты не надо потому что это все будет запекаться в духовке сейчас и после этого мы будем все это блендером взбивать вот да наверное вы знаете всю тыкву я это и положу да очень интересная перед свой рецепт да и рецепт сорт тыквы чистить удобно и много вот самой вот этой тыквы все теперь складываем все это на противень друзья взвесила я у меня получилось кило пятьсот восемьдесят грамм это чистая вот эта тыква мне кажется этого много я сейчас ополовину где-то грамма 700 наверное положу остальное либо потом отдельно запеку либо в морозилку до следующего раза короче оставлю 900 грамм посмотрим это первый раз потом подкорректируем рецепт духовка у меня на 200 градусов в общем минут на 20 наверное пусть она у нас там запечется я предварительно застелила пергаментный лист чтобы тыква не прилипла к противню все закрыла ставлю ну давайте давайте пока на 20 минут ну а там посмотрим чтобы тыква была мягкой нам нужно добиться этого результата и так пока наша тыква запекается мы приступим к творогу значит у меня здесь сколько ну 400 грамм домашнего творога конечно же вы можете взять другой сейчас будем добавлять сюда 2 яйца друзья добавила я еще 100 грамм творога то есть всего получилось 500 грамм добавляю 2 яйца сейчас посмотрю есть ли у меня мед нашла таки мед но надо его сейчас на водяной бане его растоплю внизу в миске вода здесь мед вот на водяной бане друзья положила в общем практически 3 ложки горой меда сейчас я это взвешу потом вам скажу сколько это будет по весу и так выливаю мед брутто было 360 грамм сейчас взвешу эту тару и скажу вам сколько же меда нет так прошло меда 150 грамм но опять же это все нужно делать по вкусу любите слажи добавьте любите уберите сейчас все перемешаем значит здесь два яйца 150 грамм меда я вместо разрыхлителя добавлю сюда соду чайную ложку не получается у меня разрыхлитель мне не дает такой пышности уже сколько не пробовала вообще можно положить пакетик разрыхлителя но я положу чайную ложку соды вот так друзья по рецепту здесь две столовых ложки муки я муку заменю манкой и вот пока там тыква наша томится в духовке как раз манка немножко разбухнет даже положу наверное три ложки манки значит два яйца 150 грамм меда три ложки манки сейчас блендером все это дело про блендерю сейчас пока перемешаю пусть немножко постоит а потом взбейте все это блендером в общем хорошенько я в кадре не буду слишком долго но я думаю смысл понятия все это дело весь наш творог взбиваем друзья попробовала я эту массу мне не сладкая 150 грамм меда мне не хватает добавим либо сюда сахар добавлю вернее я вы попробуйте как вам либо я добавлю потом в тыкву нам понадобится еще один лимон цедру я сейчас сниму тоже добавлю либо в творог либо потом в тыкву это неважно и потом отожмем конечно же сок этого лимона это моя отсебятина в рецепте который мне прислала марина там цедру по моему не кладут вот ну зачем пропадать добру в общем тру и потом отжимаю сок лимона так цедра пусть пока стоит мы добавим ее в тыкву как и лимонный сок такая у меня штука есть свое время купила в икея здесь оказывается две насадки не недавно лешек нашел и привез то есть одно для апельсина побольше 1 для лимона очень удобная штука это я пока подготавливаю сок для тыквы кстати тыквам за 20 минут в духовке не стала мягкой я ее еще в общем увеличила время пусть она томится то пока станет мягкой тут не придерживаемся ко времени вот я говорю 20 минут было мало потом достанем и тыкву надо будет охладить из духовки когда она станет мягкой я уже вам этот процесс не буду показывать то есть жду когда тыква в духовке станет мягкой и вынесу ее в холод на терраску и пусть она там остывает и так тыкву я достала вот в такую маленькую кастрюльку ну глубокая миска кастрюля неважно главное что вы здесь потом будете блендером работать какая-то глубокая емкость выношу в холод друзья я так подумала зачем терраска то когда есть свой двор вот поставила в пушистый снежок тыковку и пусть она здесь остывает ну и заодно полюбуемся на эту уже осенне-зимнюю сказку снежок все идет идет красота в общем вернусь сюда через минуточек 20 ну что друзья тыква остыла практически за пять минут сюда я вбиваю два яйца так одно пошло второе пошло выливаем сюда сок нашего лимона и цедру так и все это взбиваем блендером взбиваем до однородной массы друзья попробовала мне не нравится лимон тал кислоту но нет сладости поэтому кладу сюда 1 2 но сейчас растает еще раз взобью попробую пока положила две ложки сахара две ложки мало кладу третью повторюсь это если вы любите сладкое все пробуйте на вкус мне мало даже три ложки кладу четвертую для вкуса еще положу щепотку соли все должно быть в балансе и для запаха положу немножко ванилина или ванильный сахар теперь нужно добавить муку сколько сейчас скажу одна ложка горой вторая ложка сейчас помешаю посмотрю я бы добавила еще ложечку то есть получается у меня три ложки муки сейчас попробую на вкус что получилось ну такое кисло кисло сладенькое вкусненькое я бы еще сюда добавила ну наверное ложку растительного масла и здесь я уложила пергаментную бумагу в сковородку на которая будет не служить формой для запекания все это дело примажу я всегда использую вот эту пергаментную бумагу для надежности никогда не подгорит удобно потом вытаскивать хорошенько смазываю ну и теперь собственно говоря будем выкладывать нашу тыкву и творог слоями так готово сейчас я масло размешаю я немножко добавила масло в саму тыкву ну и теперь вот так сделаю слой тыквы слой творога посмотрим что у нас получится то есть выкладываем слоями так ну в общем тыква пошла сейчас положу творог какой желтый сразу видно что это домашний творог мне кажется можно было бы просто это все перемешать и отдельной массой все это просто единым так скажем полотном вот как оно вязание и кулинария да я в следующий раз попробую я же люблю эксперименты попробую сделать именно так все перемешать с творогом оно вот все перемешивается смысл вот этого только время теряем да так так творог теперь тыква мне кажется тыквы я много много получится что можно заморозить и потом сделать еще ну посмотрим края сковородки закончатся так что рецепт этот друзья не точный я не знаю сколько тыквы нужно было там не было в рецепте сколько грамм тыквы поэтому экспериментируем на обум так теперь творог пошел интересно интересно что же это будет может быть перевод продуктов ну что еще один слой тыквы получится и слой творога не знаю друзья ну поскольку любитель экспериментов это я тогда будем экспериментировать вы знаете не бойтесь ошибаться что в вязании что в шитье не получится бывает у нас же вязание тоже не всегда с первого раза мы же можем не ошибиться и перевязывать ничего страшного в этом нет так все остатки сейчас творога творога было у нас друзья 500 грамм это я помню я отошла от рецепта добавила во первых сахара добавила цедру лимона добавила ванилин это то что не было в рецепте а и добавила немножко растительного масла так это мыть в саму тыкву ну мы же добавляем растительное масло в творог ой в творог в блинчики чтобы они не подгорели ну вот я что-то из этой аналогии решила тоже как сделать мне кажется что нельзя здесь делать слишком толстый слой или или выпекать на медленном огне иначе будет сырое вот по мне бы уже и достаточно но тыква осталась может быть сейчас совсем немножко примажу чтоб сверху все таки была тыква вот совсем чуть-чуть да тут и в принципе смотрите что осталось может быть и и все выложить да и не мучиться сейчас наверное так и сделаю посмотрим что получится ой забыла включить духовку так включаю духовку пусть греется духовочка разогреется и отправим туда наш этот пирог или запеканку вот в общем все выложила я друзья все буквально все буквально выложила я бы еще сверху немного корицы притрусила кто любит корицу это же какой аромат пойдет ну и вообще корица с тыквой хорошо хорошее сочетание наверное я сейчас так и сделаю в общем от себя тина пошла уже по полным полным ходом сейчас немножко завтра Леша приезжает ставлю ему кусочек пирога ну конечно я не съем это все так что будет у меня чем его побаловать ой готовила творог для творожников для этих блинчиков с творогом ну вот подвернулся этот рецепт ничего Леша у меня еще там скисает молоко будут тебе и блинчики так ну вот все что все что у меня получилось сейчас духовка нагреется и буду отправлять в духовку эту запеканочку все запеканка в духовке поставила я таймер на 50 даже 55 минут потом может быть придется увеличить температура у меня 200 градусов ну вот друзья что у меня получилось немножко наверное передержала я что-то боялась что он будет сырым а может быть он и сырой сейчас я разрежу его и покажу какой на разрезе пирог или какая запеканка и попробуем вместе с вами показываю вам что получилось в разрезе и да это настоящая запеканка это не пирог мне кажется если сюда добавить больше муки с тем же составом то получится пирог а так это ну настоящая запеканочка она нежная сейчас попробую да вот то количество сахара которое я добавила на мой вкус ну просто замечательно потому что вкусно если бы я сахар не добавила мне бы было не сладко а сейчас вот прям прям то что нужно мне одной рукой не удобно но очень нежная да друзья это вкусно на десерт с чаем с кофе с молоком утром вечером очень вкусно вкуснота в общем я рекомендую друзья но повторюсь добавьте немножко больше сахара вот так как я добавила то есть тут 150 грамм меда в твороге и 4 ложки горой сахара вот тогда вкусно потому что здесь же еще сок лимона и ну он же кислоту дает класс друзья попробую попробуйте очень очень вкусно ну а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео еще раз вам покажу вот такую зимушку зиму у нас за окошком я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока